Сегодня у нас 20 августа. Вышли в воскресенье после храма богослужения. Здравствуйте всем. С праздником вас тоже всем. Ну что, мы меду привезли немного. Медовый спас приехал. После медового спаса качают мед вообще-то. А уже продают дом. Продают у нас все продают. Занятие в час будет в школе. 1100. Геннадий, громко заяви. Мед 1100 стоит. Трехлитровая банка. Мед в прошлый год. Какие объявления-то дайте, чтобы знали. Все уже не здоровы. Еще и нет, и ни у кого. Может, ты какие-то новости привезешь, нет? Батюшка сегодня приедет. Какие новости? Нам платформу делают на разъезде. Да. Я немножко скажу тогда о молитве. В молитве главное качество. Доверие Богу. Написано, аппарасно бодрствует. Страш, если Господь не охраняет города. День и ночь будут охранять и все равно сделают покушение. Когда в дальности Джон Кеннеди Фитчжеральд проезжал, его охраняло 1500 человек. И ФБР, и ЦРУ, и все равно убили. 1500 человек одновременно смотрели, чтобы его не убили. Его убили. Почему? Иисус говорит, и не пришел час его. Вот час придет, и все. Сейчас все публикует, сколько было покушений на Гитлера. Притом, покушения настолько тщательно подготовлены были. Даже вообразить нельзя. Там, где у него зал выступать, в это время пробирался один человек ночами, и долбил стену, и заложил туда мину, заштукатурил, закрасил, и никто не знает, где он будет выступать. А он внезапно изменяет, приходит на стол и сейчас раньше, и взрыв раздастся. Погибнут люди, когда его там нету. Шауфенберг, кто там, на него покушение было. В этот момент было жарко. Если бы там было, все погибли в бункере. Он его на веранду вынес. Там деревянная конструкция. И в момент, когда взрыв раздастся, он склонился над столом карты, и только ногу поранило. То есть, ничего нет. Пришло время, свой пистолет поможет уйти из жизни. Напрасно строят. Если Господь не поможет, ничего не сделает. Да никакая грамота, ни деньги, ничего не поможет. Уповай на Бога. И в этом плане мы всегда должны думать, Боже, тебе угодно или нет? Я буду молиться. А я не знаю. То есть, да будет воля твоя. Вот это главное, что нужно в конце поставить. У нас вопрос со школой. Везде заскрывают школы и потеряют. А без школы это первая артерия, главная, которую перерезая, все остальное разваливают. А вы уверены, что вам такая школа нужна? Я не уверен. Новые программы дают. И вы будете учителя проповедниками воцарения антихриста. В Москве, вот мне писали раньше, еще при советской власти. Там многие-многие, говорю, тоже в школу детей не отдавали. При советской власти. Учили дома, экзамены сдавали. И так же в институт поступают. Все. Мы просим. Мы делаем все возможное. Ходотайства какие-то. Кто там обещал приехать? Замминистра, что ли, сюда? Министрами называют это алтайского масштаба почему-то. Такое название им дали. Но мы ничего не можем сказать. Желательно, чтобы школа была. Но на сто процентов мы не знаем. И так в любом деле. Я желаю ехать. Я не знаю. Болеет скотина. Я молюсь об исцелении. Белеет товарищ. Я молюсь. Исцеления нету. Почему? Один Бог знает. Нет. И притом это мы считаем в Священном Писании. Взывали. Молились. И Бог не отвечал. Бывает где-то кто-то согрешил. Один в стране. И от него от всех вотнята благодать. В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле высоком превознесенном. И края рис наполняли храм. В год смерти царя Озии. Царь Озия согрешил. Прокаженный. Его не выселили из города. И Бог отнял даже от порога Исаия. И он не мог говорить. В год смерти царя Озии тогда заговорил Бог с ними. Один человек. И все затормозилось и остановилось. И он не может сказать. Ну ты скажи. Ты Божий человек. Как поступать? Не знаю. И вдруг заговорил. Почему? Царь умер. Все. Дверь открыта. По-человечески это несправедливо. Причем тут царь когда все живут правильно. Ты за эти слова тоже будешь отвечать. Ты должен соглашаться. Что Господи воля Твоя да будет. Да мы желаем. Мы просим. Мы строимся. А нужно ли это будет Богу в конечный счет? Не мешает ли тебе душу спасти? Вот это наиглавнейшее. Потому что по-человечески мы живы. А по-божью может быть просто это живое кладбище. Сын мой был мертв. Это Бог дает определение ему. А он гулял с товарищами. У него много подружек было. Он ушел из дома отца. Вспомните 15 глава из книга Евангелия от Луки. И отец говорит. Сын мой был мертв. Мертвый он был. Он Бога не знал. Он не делился советом ни с родителями, ни с кем. Он делал как хотел. Он, я не знаю, посылал телеграмму отцу. Отец я нуждаюсь. Все. Пробурил. Прокутил. Пропил. И наступил голод. И отправился свинопасом. И ел то, что в кормушке у свиней. Вот дожился до чего. Сарский сын. А теперь вспомнил. У отца столько наемников. А я умираю от голода. Встану, пойду. И отец что? Отец увидел, как далеко идет. Да как он мог увидеть? Он все время стоял все эти годы. Стоял и смотрел на дорогу, как он ушел по ней. Я понимаю, когда издалека человек идет, видит журавль у колодца. Как он чувствовал родину свою. Мы говорим притча о блудном сыне. Ее вернее было бы назвать притчей о любящем отце. Как Господь любит каждого из нас. Как он достиг голосом своим. Вот тут мы знаем точно. А ты знаешь, что этот человек должен обратиться к Богу? Вариант обратиться на сто процентов. Абсолютно. Есть притчи, которые Господь говорил. Царство небесное подобно хозяину, который... И дальше перечисляется. Царство небесное подобно женщине, Которое взяло три меры муки и положило в закваску, доколе все скисло. 13.33, Евангелие от Матвея. Самая короткая притча. Но нигде нет такой притчи. Царство небесное подобно человеку, который уверовал, закрылся за стены и никому ничего не сказал. Нет такой притчи про монашество. Я имею ввиду. Нет. И чтобы слушали человека больше, чем Бога, этого нет. Его слушайте. А если Бога слушали, монастыри в один день развалились бы все. Потому что сплошь и рядом настоятели, говорят, совершенно не сходятся с Библией. Я говорю, откуда вы это берете? Ну, вот так у нас принято. Мой Ава умирал, сказал. Когда день рождения мой будете отмечать или день кончины, что пирожки с маком были. Ну и наказ. Пирожки с маком. Да я их без воспоминаний люблю. Да еще с медом если. Наказ. А вспомни, как Владимир Мономах умирая. Какие наказы давал? Все. И как, чтобы белье не сгнило, пронавтолинить его надо, на солнышке пропарить. Но все время и говорил о Боге. Если вы будете с Богом, все у вас будет получаться. Почему сегодня столь много неурядиц без Бога? И о ком не думали, говорит, он возвысился. Совершенно неожиданно. Я недавно просчитал статистику, сколько депутатов избранных, у которых уголовное прошлое. Уголовники. Сидели за бандитизм, за разбой. Их депутаты избирают. Есть такие священники. Во главе банды оказался священник. Машины воровали, перекрашивали и прочее. А как узнать? Все мы не узнаем. Но если будем молиться, Господь покажет. Если он делает такие дела, то слова его все равно будут не сходиться со Словом Божьим. Если вот мы встали с утра до вечера, я делаю так. Угодно ли это Богу? А все время один вопрос. Угодно ли это Богу? И Слово Божие. Не знаешь, спроси, кто знает. А что Господь говорит по этому? Я жил у одной хозяйки, Захара Улита Григорьевна в Искитиме. Ну и собрались там, кажется, священники у нас были. Ну разные люди. Старообрядцы были. Возник спор. Она зашла и говорит. А почему вы не говорите, что в Библии написано? То есть я жил на квартире, она много слышала. Открыли Библию, все споры закончились. Приходится голову слонить. Да, мы не правы. Мы не правы. Женщина. Я ее все время вспоминаю. Простой вопрос. А что об этом говорит Святая Библия? Что? Нужен нам мед или не нужен? А что важнее, соль или мед? Вот два вопроса. Библия об этом говорит. Ешь мед. И да какой? И дальше говорится. И в жертву мед никогда не приносили, а только соль. А что нам для здоровья важнее? Соль. Без меда все могут прожить, без соли никто. Она в крови у нас соль. А солома? А необходим мед? Очень даже. Особенно больным сердцем и другим. Это такой продукт, который дается кому-то с великим трудом. Я о пчелках говорю. Может я ошибаюсь, но я где-то просчитал. Больше миллиона цветков нужно посетить пчелам, чтобы один килограмм набрать. Поэтому благодарим Бога, что к нам приезжают люди. Не сахар перегнали, который пчел, а настоящий мед. Вы мне бутылку подарили в прошлый раз. Что-то дорога поминалась, Алексей. И я помаленьку каждый вечер. И он мед на пользу, вечером особенно. На ночь. После усталости. Поэтому я рекомендую, у кого есть возможность, желание приобрести. Я один раз приобрел, у него сразу 30 банок. И подаю по 5 тысяч. Он говорит, что вы деньги? То ли рисуете. Я решил сделать всем подарок бабушкам. Ни одна банка не была продана. Все были подарены. Потому что мне дали кто-то денег. Но я ими так распорядился. Решил. И все равно ваша вот эта бутылка, ну чего она в полтаже, для меня очень дорогая. Тем более, вы помянули про дорогу. Я столько в нее вложил, не расскажешь. Вот щебенка. Ну какая тут щебенка? Это 232 тысячи отдали. Это 232 банки. Поставь сюда. Давай на машине за раз не привезти столько. Поэтому, ну как сказать, одобрение сделанной дороги для нас очень дорого. Я благодарю вас. Я выражаю вам спасибо. И когда услышал, что вы столько сил потратили на эту дорогу. Ну вот для меня это, ну как бы сказать, даже представить не могу, чтоб я мог сделать такое. Понимаете? Этот первый мостик долго мараковали. Мост нам не сделал, а только свай. Я говорю, свай не трожьте. Это память о наших предках. Какие они умные были. Они где-то листья доставали. Зимние, зимой заготовлены. Вся смола в нее. И ямы делали глиняные. И замачивали в изместе на несколько лет. И поэтому она стоит больше 100 лет этим уже столбам. Потому что на следующий год будет ровно 200 лет, как Потеряевка была зафиксирована в крае. 200 лет на следующий год будет. Это абсолютно точные данные я и получил оттуда. Ну, первые люди поселились раньше, конечно. И что они такое место прекрасное выбрали. И как перегораживают лага. И вообще удивительно. Какие были умные люди. И поэтому вот я думал, как, чтобы можно было ездить. И не размывало. В прошлом году мы сделали. Тут размыло и все. И поэтому туда загнали около семи машин только камня. Все это. Бульдозер 18 тонн это все вдавил. Ну и потом дальше уложили. Подправляем все время. Батюшка пугает, что мостик прорвет второй. Там канал есть. А я его хочу поднять еще на 75 сантиметров выше. Сейчас там около трех метров глубина уже. Такой глубины никогда раньше не было. Благодаря вот этому. Если еще поднять, то... Вчера мы одного карася поймал. Вот Сергей Павлович. И мы карася туда на машине увезли. Благословили его. Кладиться и размножаться. Я написал ролик. Карася отправили в роддом. Если бы кто-то поймал карася, не встретил, чтобы жабры не были повреждены. И подпустили. Карась он зародится. А карпа покупают, он не выдерживает зимы. Он любит, чтобы проточная была, чистая вода. И поэтому вот нынче мы сделали то, что хотели. Но как весной будет. Мы запасные камни там, видите, приготовили. Это все непросто было. Вот нынче вот это удовольствие мне 153 тысячи обошлось. Ну, есть что посмотреть. Помимо этого. Я вот еще думаю, вот если фермера поедут на больших машинах нагруженных, вот даже наши в рыске, и продаются это. Все ваши трудные. Не должно быть. Не должно быть. Не должно быть. Если даже что-то и где-то, у нас запасной, только добавил и все слой. Но если продается, ну, 5 сантиметров никак. Сегодня идут и машины, и груженные, и с кирпичом. Мужаками-то после этого завозили. Не грамма. Мы его гоняли и гоняли бульдозер. Он 18 тонн. Это танк настоящий. Но дальше, вначале у нас не хватало вот тот берег. То не знаем, если пойдет вода, как бы не стало там размывать. Ну, там рядом надо смотреть. Но сегодня получилось так, как сейчас. Вода течет все время там, вот после дождя прямо вот так. Ну, она там постоянно идет. И она никуда не девается. У нас еще яму завалить Глушкову надо. Если, Игорь, ты запомни, если эта яма прозвали яму Глушкова, вот здесь на повороте, и ты не будешь делать, ее сделает другой. А ты будешь проезжать и видеть огромную фигу из-под воды. Ты будешь желать и не будешь. А что оно будет сделано, в кармане натаскаем и сделаем. Поэтому на неделе, в понедельник, если Господь позволит, я пойду уже начинать там воду выпустить. Канавочку. Бог благословит. Бог благословит. Бог благословит воду выпустить. А засыпать ты засыпь. Засыпь. У тебя крепкая, мощная сила дома. У тебя там, что там, как называют, прицеп хороший. Ты знаешь, где взять глину и сверху щебенки. Ты где-то брал раньше там на разъезде. Закончи одну единственную яму. Тем более, дорога эта тебе нужна. Не отнекивайся, а то Бог благословит. То есть, ты иди, а я буду сидеть и благословлять. Пан, король какой. Дело в том, что я не свяжу меня в деревне. Ты можешь это сделать. Сделай. Одну ямку засыпь. Речь идет о дороге вашей Потеряевской. И ты меня благословляешь, когда уже все сделано. Одна ямка, а как выезжаешь тут, лужа. Не мы, ну кто-то другой все равно будет делать. Мы бросим клещи, все равно, говорится, насыпем. Все? Все. Уходим. Если денег у кого-то нету, можем взаймы дать. Надо же свою тару, да, принести? Ну да, свою тару. У меня денег нету, я пока в завод сапоги оставлю. Так, мне надо банки-то принести. Татьяна, вы можете, давайте. Я тоже купить, хорошо. На переконки, то быстрее. Вы на велосипеде, я не могу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Все? Тихо. Тихо. Как?